Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сокровище благих и жизнеподателю Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Братьями же Господними называют Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, Симона, Иуду, которые назывались братьями Господа, потому что Иосиф обручен был с Богородицей. Сегодня ни один архиерей, ни один священник не сможет сказать, что они занимаются только проповедью. Что у них на первом месте? Требы. Требы, требы, требы. Даже при всем желании, под страшными угрозами, исходящими от Слова Божия, не заниматься ничем иным, выполнить эти слова никому не удастся. Его сразу же объявят еретиком, даже если он захочет это сделать. Если человек надел рясу, ризу, то он должен проворачивать непрерывно крещение мертвецов, выпивание мертвецов, пенчание мертвецов. Есть некоторые имеющие страх Божий, и они хвалятся, что у них служба не сокращается, они вычитывают все, что у них старинные иконы, что у них многоточие. Но кто скажет, что у них только проповедь, и они занимаются только проповедью? Кто может сказать? Может и есть такие? Да нету. Откуда? Отец парень. Кроме рыбалки. Это еще не только. Да не только. У него там и паспорт, и чипы там. Сосой. Кто еще, брат? Нет, я говорю... Что Сосой? Вы говорили, вы сказали... Проповедник был, который священник такой. Не сказал, что... Нет, ну, по идее, он даже и не может только проповедью, потому что он... Богу угодит все. Богослужение-то все равно нужно проводить. Богослужение требует времени. Всегда мы будем. Поэтому одна проповедь не может быть, потому что... Хотя, в принципе, мы читаем в Священном Писании, что проповедь это тоже богослужение. Называет, может, благослужение. Служение Богу. Жена бы рыбу ловила, но тогда бы у нее времени больше было бы на проповедь. Так, шестой стих. Ну, жена бы... Или один, я и Варнава не имеем власти не работать? Такой короткий стих. Вопрос. Толкование фефилакты болгарского. То есть, уже ли мы не имеем власти жить без работы и содержаться на счет своих учеников, не работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был также точен в этом отношении. Ибо он жил своей работой. Ну, нам известно, в Священном Писании, что апостол Павел, конечно, жил своим трудом. Он пришил палатки, ну, и ему подражали другие, находящиеся с ним. И когда Игнат Тихон говорит о том, что вот, он на свою пенсию не может купить себе струковой аппарат, поэтому он против этого аппарата, когда он говорит о том, что мы вот собираем там деньги на то, чтобы купить этот аппарат, он противится этому, но мы должны сказать ему в ответ, он-то для нас сделал гораздо большее. Если он для нас дал духовное, то много ли мы можем дать ему, материальным воздать? Потому что это спасение душ наших от этого зависит. От того, что он пришли на путь истины благодаря его трубе этой, через которую мы услышали Слово Божие. Так вот, Павла-то за что кормили? За благовестие. Если это по этому принципу, все эти попы все с голоду опухнут, а не от жиру. Их ни одного, который не проповедует, не готовят людей катетизировать, не хотят ничего. Это трудящееся благовестие, как прекрасные ноги, а у него и больные ноги. Сегодня узнавать священник годен, не годен, по ногам надо. Какой это кабинет туда, болезнь это? Ортопедически ему давать аппараты, иди и работай там, где ты можешь работать, сиди, там ногу чинить или что-то. Для благовестия нет, стоят, человек на одном месте стоит, когда у него вены лопаются. Профессиональная болезнь священников. Это Бог так зарядил уже за тысячи лет вперед, знал, что они такие будут. Я через ноги буду вас бить и заставлять проповедовать. Не идут. Потеряли 2 миллиарда мусульман, не идут. Потеряли царя, страну, не идут. Более упорного населения, чем в России, это дали Салин по ним, а только уничтожить его. И поэтому горькие, тяжкие слезы нужны, пригоркие. Что тут не понятно? Я вот отчитал, когда я понял, не буду проповедовать, мне есть никто не даст. А я что, не хозяин. Мы с братом с Володей тоже проводили занятия в понедельник, и на это место попали, и сестра одна. А я не согласен, Игнатий Тихонович не прав, что он отказывается, например, я хочу подать, я хочу сделать добро, хочу купить аппарат, а он не берет. То есть он запрещает мне делать добро, поэтому он не прав. А я говорю, нет, он прав, согласно Слову Божию, имеем ли мы власть не работать. Да, эта власть у них имеется, они могут не работать, благовестники, и жить за счет благовестия. Мы обязаны их содержать, помогать, покупать слуховые аппараты, кормить, поить и то. Но он имеет право отказываться от этого. Она говорит, да для чего, он же меня обидит, он же мне добро дело запрещает. А вот чтобы потом, когда ты отпадешь, не дай бог, конечно, и начнешь укорять. А я вот тебя поила, кормила, вот, и только поэтому ты вот за это и трудился. И апостол Павел нам подает пример, безвозмездно. Имел я власть не работать? Конечно, имел. Но я работал, чтобы вы потом не говорили ничего против. Такой смысл. Так разно и этот человек, о котором мы сейчас лечь ведем, он тоже работал. Работал не на одной работе и работал безвозмездно, потому что он 9 десятин. Никто из нас это не может повторить даже. 9 десятин всегда отдавал. Поэтому, что тут говорить-то, подражать ему это сложно. И были такие люди, которые пытались подражать и сломались. Потому что пытались подражать. Подражать. Христу подражать, сегодня же читали. Да. В словах христовых. А у нас, как только дошли до слов христовых, и предания старцев, только пена одна. Звонущее пошлание. Ну что, еще есть какие вопросы? Вопросы дополнения из своего опыта жизненного. Потому что слово живое и действенное во все времена. Поэтому надо, чтобы звучало это слово в каждом из нас. Седьмой стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Вопросы эти, которые здесь прочитаны в этом стихе, они повторяют предыдущий вопрос. И этим часто пользуется, постоянно пользуется апостол Павел, потому что, наверное, он хорошо знал эту пословицу. Капля долбит камень и силой, а часто падением. А наши сердца и умы наши каменные. Чтобы достучаться до нас, нужно было неоднократно повторять один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос поднимать его. И еще раз растолковывать. Так вот, как растолковывается, я филак полгарский. Я один случай расскажу, один только, больше не буду про этого господина. Ну, первые годы, когда мы же по малу получали, 75 рублей всего пенсии, то есть это оклад был. Ну и у нас не хватало, пока здесь и на полот, туда-сюда, на питание не хватало. Я говорю, знаете, у меня уже сапог нет. Давай, то есть, помоги мне, пожалуйста, сапоги купить. Он говорит, дай тебе 5 рублей, иди покупай кирзовые. Ну, я пришла в магазин кирзовые, искала, искала, то они в играх не сходятся, то здесь они вот такие большущие. Он дал, и не смогла купить. Тогда пришла, говорю, ну не смогла я кирзовые купить. Надо еще денег, чтобы настоящие купить, женские сапоги. Он говорит, на тебе валенки и калоши. И вот такие валенки дал мне калоши, я в них ходила. Несколько зим. А потом, говорю, у меня кофточки нет. А он накупил кофточек, там бабкам понес, нуждающимся. Я говорю, у меня кофточки нет, давай вместе, помоги мне купить кофточку хотя бы. Нечего тебе делать, покупать тебе еще. Обойдешься. И никогда ничего не дал, копейки никогда не дал. Умница такой. Все, друзья. И я все равно выжила. А Бабтист говорит, тебе что-нибудь... Да воздаст вам Господь за ваше тупение. Тебе, говорит, может быть, пальто купить, что-то ходишь в этой... Вот я вот такой вот ходила. Что говорит Феофилак Болгарский? Ибо все воины пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на первом месте служение воина, ибо оно имеет сходство с служением апостольским, по соединенным с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами. Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем, не сказал, не употребляет весь плод, но не ест плодов. Выделено. Не сказал также, кто не обогащается от плода, но не ест. Так повсюду убеждает искать необходимого, а не излишнего. Не сказал, продает овец или съедает их, или все молоко, но молока, показывая нам этим, что учитель должен довольствоваться малым вознаграждением и необходимым содержанием. Именем пастыря указывает на то, что учитель должен иметь большое попечение. Имеют наши наставники попечение у нас? Имеют, конечно. И пользуются они малым, поэтому и отказываются от наших попечений. Вы читаете, когда это толкование, ничего этого на практике нет. Малым не довольствуются. Выходят священники вот здесь, вот такие горы идут один за другим, специально резы шьют обхватное. Я говорю не просто так, а я священнику тут одному помогал. При росте где-то метр шестьдесят пять, сто пятьдесят три килограмма. Ты понимаешь, что это такое? Я все время хотел подойти и сказать, батюшка, уйди из храма. Вот как пузырь какой-то выкатится, как же не стыдно-то. Ну, не следил за собой, не работал. А почему? Потому что сидел. Бегуны такие не бывают с брюхами. Знаете, бегун бежит, какой он? Который первое место занимает. Посмотрите, там это разное, с южных республик, там эти негры, как они бегают. И здесь везде говорится о том, что идти благовествовать. Придумали монашество сидеть. Вот у меня, ты против монахов? Я не против. Я против, когда в Евангелие идете. Это же антиевангельский вызов. Идите, говорит, он достоин, он учитель. Какой учитель? А они молятся за весь мир. Такого нигде нет, что специально сидите молиться. Я молюсь за весь мир. Ну, я же работаю. Почему ты-то не работаешь-то? Почему они дешние благовествуют? Мы за весь мир. Ну, довели мир до какого состояния-то? Огромное блудилище. Это вы домолились так. Жениться нельзя. Друг на друге монаха можно жениться. Развернули-то эту голубую компанию. Вокруг все дохнет уже. Сарста Афедрона. Все тут непонятно-то. Ты вот прочитал это. Что угодно. Ползком буду, но буду благовествовать, как Иеремия. Так говорит Господь. Все они не могут о ней сказать. Так сказал Синод. Святейший Патриарх. Это новая религия обезобретенная, совершенно не обращающаяся к Евангелию. Вот у меня это в предисловии к истинному православию в книге написано. Поэтому они от злобы лопаются. Их не обречают в этом ни баптисты, ни католики. Я, может, единственный сегодня, это Павел Адельгейм был убитый. Он был совершенно независимый, и говорил Сергей Желудков. Это нельзя не говорить об этом, потому что это самый корень. Есть люди, которые, насколько я не знаю, там, вот Палочка Коха говорит, есть, которые сами себя заражали, чтобы победить и показать. На себе испытывали, невероятные вещи делали. Ну, я проверить этого не могу. Проверим вот это на себе. Воин. Сравнивался с воином. Как воин? Ну, иди спроси, как его взяли, как он работает. Какое у него с собой имущество? Много имущества награбывала армия Наполеона. Да не дошли до дома. А сегодня, когда рассматривают скелеты, где Наполеону армию хоронили-то, и узнают, какие тяжести несли. Искремленный позвоночник в одну сторону, плечевой сустав, который, то есть, несли целые сундуки с собой-то. Ну, и не дошли. Замерзли, погибли, а имущество растащили. Воин на лике. Я вчера посмотрел, какие составы сегодня, ну, вчера гнали туда, на Крым. Полностью громадные составы. Вагоны идут, идут, техника военная, все. А кто с собой еще взял? Ничего нет с собой. Соскочил автомат в руки и побежал. Вот, автомат, вот он тебе, Слово Божие. Слово Божие так и называется оружие. Мещ обоедоводстве, меч. Нет этого. Монахи, воины. Какие воины? Покажите оружие-то. Им в руки не давали Евангелие. Не было на 11 тысяч воинов ни одной винтовки. Какая же это армия? Это как в войну было, хоть на троих одна винтовка. А вот убьешь фашиста, завоюешь, у тебя будет оружие. Здесь ничего нету. Умрет монах, Евангелие твое. Он умирает, а у него ничего не было. Нету. Я наказал, когда я отойду, чтобы Евангелие у меня было на груди лежа. Новый Завет. Заламинированный. И на кресте, чтобы все время у меня висела Евангелие. И написано было, кто желает, берите. Я из могилы буду. Я оставлю наследие, допустим, полтысячи Евангелия. Новый Завет. Мои, кровные. И тоже заламинировать, целлофаном мешочек повесить. И время от времени проверять. А может, за раз несколько повесить. Это моя забота. А этот услышит, говорит, и я себе такой наказ делал. Ну, пожалуйста. И ты будешь подражаем. Евангелие. Без Евангелия нет жизни. Было бы Евангелие, не было Майдана. Не с той и другой стороны. Не было бы Крыма. Не было бы Советского Союза. Не было бы расстрела царя. Не было бы мусульманства. Никаких откровений Мухаммад не мог бы получить, если Евангелие в сердце было. Как оно может вопреки Евангелии идти? Что за откровения-то? Христос воскрес. А он, говорит, не воскрес и не умирал. Какой это Евангелие? От кого? Прямо показывает. Дух Антихриста. Кто не исповедил Христа, пришедшего во плоти. Пришедшего, не родившегося. Пришедшего. Он вечно был и теперь родился через Еву-Марию. Этого там нету. Нету. Два миллиарда. А сколько за 1400 лет? За 1300 лет? А сколько мусульман было? Да какие они люди-то хорошие. Действительно, талантливо, религиозно. Им Евангелие-то не дали. На полях сражения, говорит, только встретились. Когда считаешь невероятно. Неужели можно было так? Я вот задам вам вопрос сразу к этому. Скажите, почему Господь предупреждает, что я тебе говорил, а ты не слушался? И при том уже более грозно говорит. Напоминание, какую роль играет, когда человек сразу не сделал? Ну, Бог сказал, он не делает. Господь посылает новых пророков. Предупреждение. Предупреждение. Да. Почему Он посылает предупреждение? Простое вопрос. Потому что он человеколюбив. У нас храм. Написано, зайди вон там, прочитай. И написано, в храме не разговаривай даже шепотом. Конкретно, прошу, слышала про это? Сегодня жалоба, в прошлый раз жалоба. 17 лет на одном месте, 17 лет жалобы идут. На другое тоже человека. Сейчас-то можно помолчать? Сейчас-то помолчать? Да не разговаривай. Судя, я вас останавливал. Так, тихо, тихо. Да не разговаривай. Зачем вы к нему подошли? Я просто подошла. А зачем? Мы не разговариваем. Один край. Я не разговаривала. Сейчас попробуй не разговаривать. Не одно слово. А что не правду-то говорить? Постоянно не правду говорят. Мы сейчас можем не говорить? Постоянно не правду. Он рот разрывает и все. Ужас. Ты понимаешь, что ты не сама это говоришь. Тебе это не надо. Ты переживаешь, болеть будешь. Но сегодня он не так сделал. Но прошлое было за все это размещали. И каждый раз одно и то же. Я староста. Я имею право подойти и сказать. Но я без слова говорю. Без слова. Прям переживаю это. Сказывайте, это награды. А ты сказал бы, Господи, слава тебе напомнила. Я больше этого не буду. Смерт. Смерт. Шкуры с лица сползают. Да разве можно так? Это неправда. Не, подождите. Стоп. Не надо так горячиться. Как это не было ничего? Во-первых, вы к нему подползли змеёю. Он начал говорить с вами. Кто виноват-то? Зачем вы вообще к нему подошли? И вы так поступаете провокационно. Чуть ли не с каждым, кто новенький бы заходит. Чего вы к нему с этой любовью своей неправильно лезете? Что одна с этой любовью? Что вторая? Вы покажите истину. Сейчас не надо отговаривать. Почему вы здесь не сидите и не поёте? Вот Надя молодец. Она постоянно поёт. Сидите тут, пойте. Разговаривайте с человеком. Там ему объясняйте всё. Человек вышел туда. Вас уже нет. Всё. Уже упакнуло. Зачем вы всем не занимаетесь? Он избран на это дело наблюдатель. Смотритель. И он должен шёпотом тебе, не шёпотом, пальцем показать только и всё. И не принадлежал бы. И ты ему веришь? Я ему верю. Потому что я сам это испытываю. Молчать не можешь. А ты не отговариваешь. Да я не разговариваю. Да я нам сущаю, что ни слова не сказать. Сейчас ты не можешь. А что подошла, я неправильно сделаю. Ну что ещё доказывают? Ясно, что сатана в ротуз засидит. При людях не стыда, ничего. Тебя весь мир завтра будет смотреть. А ты у корейского-то будешь. Сейчас попробуй, чтобы не дёргаться. Покажи. На отчетку надо идти. Всё время, всё. Луж и луж. Всё равно. Понимаешь, что доказывать-то ещё? Ты скажи молчи, я больше ни слова не скажу. Новый человек пришёл, он зашёл. Зачем тебе его хватать? Я говорю, никого за руку не прикасайся. Я предупреждал. Зайди вперёд. Из дома выйди за 20 минут. И ты ближе всех живёшь. Не считая батюшки. Всего 56 метров. Всё равно в самый последний момент одевши буду ходить, раздевать. А когда дали команду, уже на молитву уходим. Что это? Сегодня вам все это видят. Одна ты. Это позор. Просто и с позором для меня. Но это не всегда же бывает. Сейчас помолчать. Я сказал молчать. Сегодня я готовила поэтому. Сядь-ка рядом сюда. Перед ней, перед лесом. Так, познакомься. Её звать Надежда Ивановна. Я ей муж сказал, пять недель, чтобы звука не было. Она ни разу не издала. Вот тебе образец послушания. Пять недель. Она ни разу не сказала. Её тут говорили, ей всё, она никаких. Она опустила голову и работает над собой. Я свидетельствую, так, нет? Да, да. Всё, все засветятся. Ты не можешь даже сейчас промолчать. Это беда. Тебе говорят, ты в обиду идёшь-то. Тебе сокрушаться надо о себе. А ты на брата. Да ясно, что его не сломит. Это гора. Ты на него глянь только где. Против него кто воевала? У Бавра, Марийка. Ну, явное дело, что синичка. Можешь ли она против такого орла воевать-то? Он взмахом крыла, его ветром уже сдуло. И больше её нету. Он поставлен на это. Его избрали. Он делает замещание. Я ни разу не нашёл, чтобы хватало так. Он подходил и говорил, пожалуйста, где-то. А тот ошёл от меня. Что вы делаете? Господь предупредил раз-другой. Дальше он не будет предупреждать. Он просто положит на одр болезни. И не будет исповедующего. Мы это считаем сейчас где? Для этого Павел и пошёл, чтобы вот эту гордость, вот это противление, упрямство сломить в люди. А как родить свыше? А как я узнаю? Первый отвергнуть себе, первый шаг. Если ты родился свыше, для тебя этот шаг очень свободный. Так, попрошусь застегнуть. У нас не положено это. Это блатная мода масонов. Никогда не расстегивайся. Я был в армии, всё. Больше ни разу не расстегнулся. 60 лет. Научите себя сжимать. Слово сказать, когда стал обмен разными учителями, преподавателями, мы отменяли в Японию, а из Японии приехали сюда учиться в МГУ. Я, говорит, с ним еду с этим студентом. А он, говорит, в чёрной форме, как у нас в УЗУшнике. А в Токио такая жара. Ну, может, без рукавки. Я, говорит, ему говорю, всякие. А можно было и так. Так все. Пусть попробует, как я. Всё. Застёгнут все пуговки. Я говорю, жарко, ты расстегни. Так делают все. Пусть попробует, как я. А где это? Самый освещенный. И у него Фёдор теперь научился всему этому. Пить хочу. И вдруг яблоко. Трава. Так, яблоко. А яблоко, и мы проходили про яблоко. А оно утоляет жажду. Так. А если бы пришёл сюда неверующий, он бы съел, и я съел. А чем я от него отличаюсь? Так, вот тебя. Я растоптал. Пусть попробует, как я. А было время, когда он говорит, так, пить хочу. А ему учитель говорит, довольствую с зелёной травой. Полежи, малейки, пошли дальше. Вы себе создайте условия такие, строжие которых никто не придумает. Они не в монастыре здесь. Отвергнись в себя своего я. Нигде ни слова в присутствии мужей. Хотя один мужчина здесь есть, чтобы звука не было. А я сижу муж. Говорю и тро-та-та-та-та-та. За каждое слово на мытарствах отвечать будешь. Не пройти это мытарство. С сегодняшнего дня поступаешь в ученицы дождей Иваны Пальгуевой. Так, возьми на ней, сестра. Прошу. Возьми шепса, но учись, что сама умеешь. Я бы хотел ещё добавить. Смотря на как смираться. Хотел добавить ещё. Говорят, пословица такая есть, народная мудрость. Волос долог, да ум короток. Дело всё в том, что когда вы начинаете вот что-то, какое-то противодействие Господу, это долгоиграющая программа, а не заканчивающаяся она только на вас. Вот после этого, после того, как вы подошли просто к этому человеку новенькому, дальше-то пошло это всё развиваться. Я выхожу, я уже теперь должен замечание ему сделать. Ты что же это, молодой тем более парень. Я говорю, как же, ты же знаешь, что разговаривать нельзя. И ко мне уже подбегает его родственница, и меня уже, что ты тут его учишь? Что тебе надо? Понятно? Что дальше идёт? Я уже начинаю виноватым. Мне теперь надо теперь оправданий. Целое сочинение писать, я вам хочу сказать. Да. И теперь, что я заговорил-то с ним не просто так, чтобы его обидеть, бедненького маленького пармешонку, а для того, чтобы назидание показать. Теперь мне нужно там, с той стороны. Так, всё, молчок. Теперь я скажу. Мы каждый день молимся, и в молитве, когда о святых учениках говорим, Господи, да не примет никто начертание зверя. А дальше говорим, Господи, укроти зверонравленный характер Анфимы и Вениамина. И устраши родителей за такое злостное воспитание детей. И один из них сегодня здесь является. Я участвую в этом каждый день. Ты на помощь пришёл, ты начинаешь всё разрушать. А родственники, которые подошли, это не духовные люди-то. Им с ним жить. Они не понимают этого, что они, говорят, на второй группе готовят. У Бога всё вымерло. Отвергнись в себе. Твоё я, амбиции твои. Как будто никогда этого не было. Растопщи его. Сделали замечание, скажи, ты прям, говорят, с лица кожа сползает. Да разве можно так? А ты, наоборот, возведи глаза к небу и возблагодови. Ну ладно, ну простите, Христа ради столько много. Молчать. Во имя Христа, да запретить тебе Господь. Ты что делаешь-то? Восьмой десяток лет идёт. На исправление уже дня на одного нету. Сидеть спокойно и свирать к небу. Сядь на место. Сядь на место. Вернись на место. Вы думаете, от чего такой человек? От чего? От того, что мне Бог дал его довезти. И она в минуты, когда оттавит и говорит, меня никто не добьет до Сарства Небесного, только ты. И мне дан этот довесок, чтобы не гордился. Я везу его уже почти 50 лет. И я её доведу всё-таки. До чего-то. До Сарства Небесного, конечно. Как протопопа вакуум говорит, согрешил, дал плеть и говорит, бейте меня все. А дальше добавлял, говорит, иначе не будете со мной в Сарстве Небесном. Относительно себя, он говорит, немало не стомневался. Я тоже сегодня провинилась. Так и я. А это я сказал просто так, в таком. Ну, я чё. Юмор вовлю. Чё ты поняла? Сам не искусить. Игнатий Тихоновичу спросил, аж в собор перебывал. Игнатий Тихонович, можно мне сказать немножко, по этому же поводу. Потеряевки у нас тоже в храме, сёстры. Особенно баба Серафима. А с ней, конечно, это непростой орешек, так сказать. Даже маленькое замечание по поводу шуршащего пакетика, что у нас не положено в храм сам заносить. Она там к батюшке обращалась, обида была сильная. А по поводу разговоров никак не сдвигается. Помолитесь об этом. А мы молимся. Не знаем. Это означает, когда был муж, противоречило. Ну, понятно. И с того момента, постоянно и всегда. Это надо рвать просто вместе с коростой. Верхним слоем полностью выбрасывать. Ну, она бывает упрямая. Ну, упрямая, ну, и я не из таких, которые сразу... И вот она говорит, а почему вот такой-то человек не выходит, не проповедует он там был когда-то? Он никогда не проповедовал. Но нам нравится, как он считает. Ну, считать, конечно, он может. Проповедать он уже не будет. А почему? Я взял книгу правил, чтобы просчитал, и я и считаю. Вот смотри, вот под какие пункты он попадает. Он лишён благодати. Написано, безблагодатный. А хотя имел должность, там, церковный должность. Безблагодатный. Да ты что, а ведь я хотела... Так она мигом пошла туда, перед ним извинилась. Я хотела тебя, чтобы ты был здесь в церкви, и так-то оказывается, ты безблагодатный. Он говорит, я никогда не наставил, я это знаю. С чего ты ради за меня ходатайствовала-то? Вы знаете, о ком я говорю? У человека смертный грех. И всё. С бабой Серафимой, я говорил сегодня, по фотографиям как, с ней можно работать. Ну, не всегда. Конечно, так успешно, как я с ней, но я временный здесь. И что интересно? Она внутри себя настолько располагается. Вот я с ней только что поговорил. Я её, как говорится, давнул. Ну, и пришёл, помолился, лёг спать. Утром ни свет, ни заря, она уже прибежала. Через всю деревню прибежала, стучится. Выхожу. Что? Володя уехал, Васю увёз. И его нигде нету. Надо помолиться. Тут же мы с ней стали сразу молиться. Она через всю деревню ко мне прибежала помолиться. Дальше я пошёл. Она говорит, телефон не работает нигде. Я говорю, может так, что он доехал, автобуса нет, он двинул до Ребрихи. А всё так и получилось потом. А отмечать тут есть зона у нас, низинка, где не берёт. Так и получилось у неё. И когда подняли всех деревьев, там стали молиться, всё отошло. Так она потом несёт, какую-то там дыню принесла. Проходит маленькое время, и дождь идёт. Она по дождю опять шлёпает. Пришла там, чеснокок принесла тебе, да, чтобы где-то. Она очень добрая. И к ней нужен подход. У человека жизнь такая была. На исходе. Как? Ну вот, не всегда можно её достучаться. Ну можно, я конкретно говорю. И мы с ней практически, вот как неонила, а то мы с ней друзья, водой не разлей. Неонила. Вот. Ну и так. Дальше. Ещё хочу. Я в предупреждениях один раз предупредил, так и человек сделал замечание. Он за тебя в храме тот, который учит. Всё. Сегодня новый учитель тебе дан. Мне уже легче будет. А к вам надежда Иванович рядом сидел всегда теперь. Я хотел ещё покаяться. И хочу раз уж к этому делу, чтобы до конца. Дело всё в том, что вот эти вопросы о разговоре в храме не братьев. В основном только это женского пола касается. До конца никогда я не довожу. Если бы я все эти разговоры, какие там сёстры разговаривают, поднимал, особенно сёстры, которые стоят на клире. Они постоянно чё-то да шепчут, чё-то да там скажут, чё-то да там между собой и так далее. Я же не поднимаю эти вопросы. Почему? Ну это как бы технические вопросы, простите. Но их тоже не надо. Я всё время говорю. Нина Александровна, ну почему вы перед службой это не затеяли? Ну почему там спевка какая-то или ещё что-то, какие-то ноты? Надо перед службой поднимать. Ну теперь понятно, это важно, чтобы это было благоговейно. Но мы в одном случае делаем благоговейно, в другом случае планку понизили до греха. На показательном пальцах можно, вот эту книгу показалось, а разговор-то какой? Ну да, казалось бы можно, но бывают сложности и всё. Давай. Можно записать. Во-первых, я не умею петь. И подсказать некому. И бывает, что вот мы стоим, я даже не знаю, как вот я обязательно, ну кому-нибудь спрошу, если, ну как мне это, я даже не знаю как. Я не знаю, как поют. И спросить не у кого. А что нас первое... Я всегда об этом, это вот сейчас вот он очень хороший вопрос поднял, который у нас этим мы с нами никто не занимается. Мы самородки, вот как сумели вот сами, мы так и там рот открываем. А другой раз даже не знаем, как его открыть. И я вынуждена куда-то вот где-то искать что-то, а ещё не знаю, где взять. Конечно, может даже когда-то бывает, что и спрошу шепотком вот так вот на ухо, на ухо, а как мы вот этот глаз, какой надо? А ты, Никола, покажи вот так, покажи, скажи, не знаю. Вот это означает, нет. И на себя покажи, я ничего не знаю, всё. Я уж тогда-то скажу. У меня уже не один раз такое было, что я не хочу больше туда вставать. Не потому что я не хочу перед Богом стоять, а потому что я не умею. Я тебя научу сейчас. Ты сейчас за раз пройдёшь всё это, будешь знать. Приезжает мы на квартире, три брата родных учимся все на священника. Предаёт знаменитый богослов, как его считают, проповедник Божьей милости, пивовар Апатес Александр. И вот к нему приезжает священник, там Кизюн. Ну и он говорит, а как вы Великопостное-то слушаете? Тут с одной книги на другую, на третью, на пятую. Ну вот, говорит, путаемся как. У нас самое главное, чтобы, говорит, не прекращалось. Народ-то не знает, с какой книги считаем. Главное, чтобы вот это как зарядились, на пыль. Чтобы меки долетела, полова отлетала, солома в одну сторону, а уж зёрна есть нет, нас-то кто-то видит не спрашивает. Главное, чтобы эта молодинка работала. И поэтому, какая под рукой книга, ты какое угодно, только вставай, проклятым заклинённым, не пой. Мотив, постель езу оставь, а остальное может петь. Да он-то сразу меня дернет и будет меня лгать. Нет, но всё-то напередай ему от одной стороны, молча, опять же молча. И поклонись ему. Он же тут же мне скажет, ты что там громко? Дальше уже не надо, я уже сказал как. Никто не знает эти восемь глазов у нас, и никто не будет слушать. Я-то глухой, а другие духовно не понимают. Нам этой разницы нету какой-то. Пой, раздевай рот. Нина Александровна меня не понимает. Батюшка выходит, а у него прихожанки, самая молодая, 65, кажется, лет. А другой 70, 80, ты 93. А кричат, говорит, во всю головушку. Батюшка выйдет, да чего ж вы так кричите-то? А батюшка, ну хоть как-то услышала, что в Господь-то. Во всю головушку кричат стоят. Ну, такие как есть, благодари Бога. Этим не смущайся. Она просто скромничает. Командир должен знать все в подводной лодке. Ты не знаешь, все остальные запаниковали, лодка пойдет ко дну. Ты, сынок, говорит, никогда не давай, да лодка-то там ща какая. Да ведь виду не давай, что ты не знаешь. Ю, 571. Даже виду не давай, иначе эта галошина потонет. Не-не, у нее все нормально было, ей просто не надо смущаться. Уже Таня Дмуха и то тормозит иногда. Она раз тормозит, я ей по руке. Давай, давай, продолжай, кто там тормозит-то? Там восьмой глаз, пятый, кто там что знает-то? Мы же тут стоим, герои. Ну, а если бы мы тут, мы стоим и все на разные голоса. Да, ну, такого не бывает. Бывает, бывает. Ну, это место, с ним бывает. А если бы мы вот тут вот собрались заранее. Разные, да зато все прекрасно. Он сказал, не бывает. Ты сказал, на самом деле, мы-то думаем на разные, а люди даже не слышат. Ты к его словам-то прислались и поцелуй эти слова. А ты, давай, ну, теперь бывает и не бывает. У меня был ландер один пацанинок. Не стал купаться. Все, вода холодная. А ребятишки, все теплая вода. Холодная. Теплая, он холодная. Третий раз сказали, теплая. Он стоит и разревелся. Теплая. Он не мог победить. Но в другом месте он оказался победителем. Ни одного такого не было. Вышли, скажу, ягоды. Я говорю, ребята, вот сейчас напали на нас враги. Побили, а потом идут и пристреливают. Кто признаки жизни подает. Вот можете сейчас упасть, вот так лежать. А там пауты, там разные комары, мураши, стрекоза летают. Можете, чтобы виду не подать. Ну, легли все, легли. Только комар сел, дернулся, так пристрелили и уходили. Куда, так сказать, труп? И этот, а этот самый, Тимошка-то, лежит. И вот паут сел. А паут это у него не клюв, да лоток. Как и он, а долбок. Даже ни один мустров не долг. Живой или не живой, я уж сомневаюсь. Приказа прилетела, мураш пополз в нос куда-то за продуктами. Молчит, лежит. Ну все уже поняли, идти надо. И комары облепили, даже ни одного признака. У него качество есть, с которым любая жена уже живется. И так и есть. Канзё. Канзё. Канзё у него высшего качества оказался. И поэтому определять по холодной воде рановато. Надо было дождаться второго испытательного полигона. У каждого у нас где-то что-то есть. Надежда Васильевна показала лучший, высший класс, когда сидел в тюрьме. Ей никто тогда не мешает, меня на пути нету. Она тогда уже на белом коне и кабурат прибыли в тюрьме. Она все препятствия прорывала, везде пробивалась, и в Москву, и везде. Самолет на ходу остановит. О! А мы-то думаем, куда Боинг исчез? Я буквально говорю? Буквально. Аплантана на поле, что он не туда, завернулся, на самолете и догнала его. О, ты пропал там, знаете же. Ну. Не нашли? Ничего, так вот в чем дело. Так, итак, внимание, слушаем дальше. Восьмой стих. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Толкование. То есть, разве я только говорю человеческими примерами, подтверждаю это, а свидетельства из Писания не имею? Я могу доказать, что это и Богу угодно. Тоже повелевает и закон, который не от людей, но от Бога. Так, иду, стоп. Корбзё? Подними, сядь прямо. Антикорбзё называется. Ну, что, трудно тебе сесть прямо-то? Четыре раза сказал, что это? Это не умение, ничего. С таким характером-то какой ты христианин-то? Подвинься туда рядом с Игорем. Чтобы удобно сесть тебе было. Садись сюда. Садись. И не сгибайся горбом. Сядь прямо как человек, не как монах. Да, ты на монаха сегодня. Готовый монах. Расприми-то эти плечи. Ну, тут толковать-то чего? Что-то понятно. И сам по себе стих понятен. И толкование. Даже непонятно, до чего Павел Пикаронов. Да. Не указал себе. Девятый стих. Ибо в Моисеевом законе написано. Не заграждай рта у вала молотящего. А в Аллах лепечется Бог. А как они заграждали? Когда вол молотит, ему под хвост мешочек, чтобы лепешки-то не пали пшеницу. А на голову мешок вот с этого места, чтобы он не мог взять. А трудящий-то достойный пропитания относится к волам. Не заграждай рта у вала молотящего. Не тогда, когда он забредет на гумно, а когда он молотит. А теперь Павел говорит. А вы знали? Да, знали. Мы никогда этого не делали. Не делали. Да ка в Аллах лепечется Господь-то. В Аллахе кого он назвал? Тех, которые проповедуют молотят. Монахи это не волы. Это не волы. Это умершие мумии в саркофаге. Весь монастырь это огромный саркофаг. Так что вы заграждали все-таки? Заграждали. Поэтому закон сказал не заграждай. Ну, я читал про такого. Он его виноград собирает, он наберет девушек-то. На женщину известно какое создание. Она в четыре раза больше мужчину лопает. И он тогда, чтобы они не ели, он заставлял их петь. Чтобы они брали виноград и пели. А когда во рту-то петь-то нельзя. Сразу обнаружили, кто ест. Он не давал. А когда соберут, тогда гнилушки какие-то даст себе, пускай ест. Экономили на чем? На женщинах. С избытком подтверждает желаемый предмет. Почему приводит в пример и волок. Что же, неужели не печется? Печется, но не так, чтобы давать законы о них. Поэтому заботливостью о бессловесных внушал нечто иное. Именно, приучал иудеев заботливости об учителях. Отсюда же узнаем, что все, что не говорится в Ветхом Завете, выделено жирным крупным шрифтом и подчеркнуто говорится в Ветхом Завете о бессловесных, то служит к назиданию людей. А знаете, как я к этому ставлюсь? С вашего разрешения. Да. И вот говорит, так а монастыри, это источники мудрости. Там книга печатания, а пока не было, переписывали. Как вы говорите? А вы знаете эту историю? Когда же преступлением считалось писать что-то, чтобы крама не было никакой. Самые грамотные, самые сильные высасывались из народа, они там и были. Это вы заблокировали. Откуда ликбезы-то появились при советской власти? Это ликвидация безграмотности. Мой отец ходил в школу. У нас уже ребятишек полон дом, 10 ребятишек. А он пошел. А тетрадка-то грязная оказалась там. Его учительница спрашивает тихо. А что у тебя тетрадка-то так? Да марья стряпала, что-то там, тестом задела. Ну и ребятишки смеялись и как. Всех подняли. Я не знаю, мама моя ходила или нет. Она научилась считать, наверное, лет 60. Бабушка один раз лежу, газету держит. Я думаю, она считать не понимает. Она буквы считает. Сколько букв? Название газеты. Еще как считать? Да надо разъяснить. Панорама. А у меня отец политик был, он читает. Панорам. Как суслики побегут, когда ударят. Как шурахнет Китай мешком пыльным из-за угла-то. Что-то с ними будет. Панорам. Так, Игнатин Ильич, если жития святых-то рассматривать. И там очень много говорится про преподобных. Это же там монахи все. Там нигде не написано, чтобы они чернила покупали где-то там, зарабатывали и писали. Или пергамент. Они были писали. Переписчиков было у Пахомия, допустим, 300 человек. Они снабжали другие монастыри. Они работали. Но высилы-то все. Народовольцы шли наоборот в народ. Учителей послали. Знаете, из народа высадствовали. У них все наоборот шло. И народ совершенно обезглавленный. Ну, питались, приносили. Думали, что из монахов иметь жизнь вечную. Они не учителя. Эти труды, которые переписывали, они труды для монастырей шли. В народе-то считай, там, ну, один-два экземпляра были. Ну, а братья долгие при Иоанне Златоусте. Да. Ну, вспомнить. Десять тысяч монахов сразу убил этот Александр Александрийский. Александрийский Феофил. Феофил, да. Десять тысяч воинов, там, сколько было направлено. И вы монахов. Это же не бухты-барахты-то это начало всех ходов. Трех братьев надо было поймать. Они все высокие, их прозвали долгие. Они были друзья Златоуста. А так как против Златоуста пошла борьба, ткни ее. Она опять на прежнюю. На прежнюю. Понимаешь, это уже тоже борьба идет. Четвертый раз наказание уже. Значит, это 400 поклонов дома придешь. Их надо было взять и допросить. Патриарх нанимает воинов, язычников. Напоил их вином. А куда? Карта-то никакой нет. А вот в этом направлении пустыня. Туда ходят монахи, когда приходят тут храм-то. И они пошли туда, залетают, а их там 5 человек молятся. Так, братья долгие были здесь? Он тут, он тут лежит. Братья долгие были здесь? Не знаем. Всех до одного зарезали. Это они помогают патриарху. Патриарх послал воинов, язычников нанял. Следующий приходит, а там монастырь. До монастыря там 800 человек. Вы братьям долгих видели, нет? Не было здесь. Врете! Всех порезали. 10 тысяч монахов зарезали. Монахов в пустыне. Это патриарх православный послал. Его нигде не отлучили, от церкви ничего нет. Это найти свидетели против Яна Златоуста. А их там и не было. Они в другом месте уже были. Почему мы молчим? Говорю, католики, инквизицы. А это как назвать? Что? Католические убитые католиками лучше, хуже пахнут, чем наши православные убитые? Какая разница? И вот это, это все за кадром. Это я начитывал, считал, поэтому говорю так, как есть. Так, ободрись. Давай. Еще хотел вспомнить убиенного этого армянина-то льва, которому руку отсекли в алтаре. Он-то тоже там начало, когда начинается всего, иконоборчество. Его в чем было иконоборчество? И там написано, что так как наступление мусульманства было очень по всем фронтам большое, он решил остановить вот таким образом странным, зная, что они не принимают изображения. И он тогда решил просто иконы поднять, чтобы когда мусульмане приходят, послы там или так далее, ну и вообще-то мусульмане, чтобы они видели благочестие какое у людей. Не поклонение. Да, чтобы не было вот этого, ну там, уже идола поклонения натурального. А потом, когда его зарезали, сейчас это же никто не разъясняет, никто. Торжество православия, но, вот узнаете праздник торжества православия, но никто вам не скажет, что он в этот день зарезали в алтаре льва армянина. Никто не скажет из православа. Да как зарезали-то? Он император. Камон говорит, что мирянину в алтарь заходить нельзя, кроме императорского достоинства. Его нельзя убить, он на клиросе и поет, он певец был хороший. Вокруг стоят телохранители, не подойдешь. Ну сказали бы Януковичу, разрешается он президент, разрешается в алтарь. И туда ворвались православные, а он крестом защищается, руку вместе с крестом отрубили ему. Так это наш, это герой, это же православные, а которые на Майдане, это бандеры, фашисты. Видите, двойной стандарт здесь идет. Убили его, убили, похваляется. Во время Рождества, на девятой песне, как это ввели. Все знают, мы его убили в алтаре, во время, когда весь мир встречает Рождество Христово, а мы негодного императора убили. Это наши воины, наша ОМОН, наша спецгруппа Альфа, это святые, их надо отпевать вовремя. Это все написано, написано не врагами, нашими житописателями. Так что, ко всему надо подходить так. Это были убийцы. И убили человека, когда надо было молиться. Они подказали, что охранники-то не могли туда в Алтарь войти, он один. И они все рассчитали, операция была целая. Дальше, Арий. Об Арии молились, чтобы только он умер. И вдруг Арий пошел в туалет, и у него лопнул живот, и выпали кишки. Я стал беседовать с врачами, еще никого не нашел, которые говорили бы, чтобы лопнул живот, кожа лопнула, и выпали у него кишки. Это не может быть, его зарезали, зарезали православное. Не может этого быть, не может. Я с кем только не говорил. Никто, да вы что глупости горойте. Ну больно стало, человек перестанет надуваться, даже если там какая-то повреждение. Ну не можно, оно может там ущемление, там что-то делается, через щель, когда разбилась, лопнула, допустим, какая-то оболочка-то, когда бывает защемление-то где-то. А вот он умер в отхожем месте. Это уже позор ему. Но сказать о нем не могли, он выглядел настолько импозантно, такой он был важный. Такие проповеди говорил, весь Восток колебался. Почему его не привели на эту сторону? Только сказал императору, ты, Александр, патриарх, чтобы Ария встретили. Он вышел встречать и только и молится. Господи, да не хочу же видеть этого изверга, да Господи. Да никогда я такого поганца не видел, это хуже Ленина. И умер. Патриарх умер, такой, какой святой был, охотно слышен. Так умер-то не Ария, а он умер. Может, Бог за такую молитву убил его. Такая ненависть, что смотреть не могу, лучше умереть. Да разве Господь так учил даже к врагам, и то нужно иметь снисхождение. И правило соборное гласит, с еретиками обращаться кротко, дабы можно было обратить. А не так, ты, поганый, и другими словами. Кстати, и о Константине Великом надо сказать, что вначале-то он с энтузиазмом воспринял, а потом мы видим его колебания. Он, видать, как увидел зверонравный эликта православных. Он говорит, что же вы их гоните-то? И постановлениями своими, и диктами запретил, чтобы были такие противостояния, как вот сейчас на Майдане. Запретил просто, чтобы даже рядом не встречались, раз вы до такой степени ненависть у вас... И он потом не знал, куда примкнуть. И уж потом от Евсевия, который ближе к Арианам был, там никто не знает. Он не православный был Евсевия. Да, не православный. И от него только принял кричение. Кожа его видно, понятно, что он заколебался. Он искал искренне верующих. Он примирению их призывал. Да, главное, называйте его равноапостольный. А он ни одного дня православным не был. И умер еретиком. А его провозносили... А зачем? Потому что это наше знамя, и теперь под его имя, под православным будет. Он не был православным даже одного часа, Константин. И равноапостольный. Ну, явное дело, что нам надо малейко смотреть с разбирательством. Да, Константин, да, а с него началось... Но он не был православным. Это был мудрый правитель, сильный воин. Вот у него зятя-то был Ликини, последняя битва была на его сестре. И он с ним воевал, утопил его. Разбил нагло. И на державный. Когда вошел на Первый собор, это Трифили, там описано, Спиридон Тривифунский. Какой он был? Библия. Библия. Библию не вложите? Никогда не вложите. Я думал, что это за книга виновата. И он зашел, блистая алмазами и жемчугом, весь. Поражены были епископа. Ну, на нем целое состояние, не одно. Представь, царь, император показал. Может быть, так и надо было, не знаю. Но когда они спорили, он говорит, вот, за стол садитесь и здесь решайте, чтобы войны никакой не было. А изменения, то, что он сказал, он крутой был. Он мгновенно обезглавливался. И поэтому его все трепетали и боялись. Интересно, отцу Андрею, когда он был в Лондоне, это они из Лондона один звонят, вот, разговариваем, Андрей, и говорит, вышел один и говорит, вот, дьякон Андрею, ну, вот, когда были в тюрьме, в ГУЛАГе-то, я знаю, там, говорят, были баптисты, писятики, православные, все были вместе, споров каких-то не было. Ну, можем мы сейчас с вами за один стол есть, пить и есть? Он говорит, можно, в ГУЛАГе. Вот там весь Андрей. Можно, конечно, когда нас снова всех арестуют, все нас снимут, ни у кого ничего не будет, и так и будет. Так это надо сегодня к этому подойти. А не искать там патриарх с лавром. За одним столом сидят, у нас сразу две семьи отсюда потерялись. А он сидит с еретиком. А чего ты взял, что он еретик? Патриарха Кирилла, а нафибе никто не предавал, не считая Диамида. Но Диамид превысил полномочия свои, он не имел права один сенот вес отлучать. Еще раз девятый стих, потому что непонятно будет, о чем говорится в десятом. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта вола молотящего. Волах лепечется Бог. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, тот должен молотить с надеждой получить ожидаемое. А с чем молотить? Языком. Живую пшеницу, Слово Божие. А у монахов, на первое, молчание, самоуглубление, самоисследование. Вот у нас написано здесь, вот в этом застенке. Исследуйте Писание. И вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Другого пути-то нет, не через монастыри, не через мощи, через них, через Писание. А они, а они свидетельствуют о мне. Один стих, он весь против православных. У нас какое место Евангелия не откроет, все против нас. Как целые века, кажется, сидели, думали, миллионы монахов, как исказить Слово Божие, как его вывернуть по-другому. Мы с Александром Мением беседовали, он говорит, у меня такое впечатление сложилось, что православные здорово исследовали Писание. И любое слово старались сделать наоборот. Вот просчитали, никого не называйте отцами. Отец Диахон, отец Диахон, отец, везде отцы, 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 а никого никто не родил. Уж Александр Аминь-то, что тут спорит? Он ясно понимал правильно. И это только бы это, если. Я сегодня сказал на молитве. Православные без добавки ничего не могут. Даже к молитве отчинаши добавляют. Ибо твоё из царства сила и слава, точка Аминь, сила и слава отца и сына и святого. Зачем отца и сына и святого духа? От аварий напугал, от страха. Они не знали, куда втолкать это. Счастнейший хирургим. Отныстый. Это на истории пугнул. И они счастнейший хирургим уже миллиарды раз молотят. И всё, что Богородица, она не Христородица. Даже верят в разное предание православное. И во время крестного хода мальчика подняла неведомая сила, и он отсутствовал три часа, а потом опустился, ничего не вспомнил. Но вспомнил, как там поют святые божьи, святые крепкие, святые бессмертные. Православные как? Без добавки никак, помилуй, нас добавили. Но если вы слышали, святые божьи, святые крепкие, святые бессмертные, это означает третья ступень молитвы. А помилуй нас, это просительно на первое, мгновенно опустили. Но теперь стали думать, а кто придумал православное? Так, а эти армяне-то этого не знали. Они добавили так, святые бессмертные, распнысья за ны, помилуй нас, как православные взыграли. Да нельзя распнысья за ны, это еретики, это распнысья за ны, только Христос, а тут троица. Распнысья за ны, распявшиеся за нас-то. И сегодня они долбят армян за это. Но не правы те и другие. Такой песни не было. Эта песня должна произноситься, как ее вам этот мальчишка донес, если она не противоречит священному писанию. Нет, добавят обязательно, этого никак. Вот добавляют и добавляют. Вот с литургией чего только не делают. Мне один звонит, говорит, я со старобрядцем познакомился, там Корнили, это Белокринитская. И они ему сразу сказали, что у вас служба, а у нас 4 часа бывает, 6, 8 и 12 часов. 12 часов. Я говорю, вы слышали, что есть университеты? Да как так, конечно. Так в университете набирают людей, которые сдают по конкурсу экзамены, чтобы пройти. И то им только 45 минут отдыхать. 45 минут идите, идите, отдыхайте, маленько подышите воздухом-то. А здесь 12 часов, да нет, спят. И, естественно, у них заслуга большая, умеют спать стоя и редко падают. У меня одна знакомая старобрядка была, и она вот так стояла как, ну и голова-то пошла кругом, долго, она как бахнула вперед. А старик-то такой же, как она, и вот бывает доминушки поставишь, они друг на друга, да лотаря досал, вот, и все. А в лагере, помните, у нас Илюша был в Куста? Да. Тоже мастер спать стоя, как у него это получалось. Старобрядец. Вот такой я, наверное, остался. Профессионал уже, в таком возрасте профессионал. Время и так стоит. Ты маленько постой, ну 15 минут, не можешь там, 10 минут, ну, чтобы душа пылала-то. Ну, а потом делай свои дела, да опять встань, как Антоний Великий. То встанет, опустил руки, плетет, опять соскочил, опять руки поднял. А он просил у Бога показать себя, ну на кого я похож. И вдруг видит сам себя со стороны, то плетет веревки, то руки поднимет. А это ангел показал, вот кто ты есть. Труд и молитва, молитва и труд. Краткие молитвы. Длинные молитвы Господь осудил. Не будьте многословны, как язычники. Это язычество у нас гуляет. Ну, баба, умеешь молиться кратко-то? Тоже, ну, раз разглядешься, все внуки уже давно ушли из дома, она все болится. Давай, пошли. Толкование. Употребил слово, конечно, как о предмете общепризнанном, чтобы не дать слушателю повода возразить что-нибудь. То есть учитель должен возделывать ниву, сердец и трудиться с надеждой на воздаяние и вознаграждение. А Псений перешел к молодьбе, чтобы и этим выразить, как много трудов у апостолов, ибо и они пашут и молотят. Поскольку же пашущий только надеется, молотящий отчасти уже и наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое им. А пашет чем? Ян за того, что плуг, ты видал какой плуг? Вот человек язык говорит, он как плуг. Я тут соляну, то есть люди, которые ничего не знают, ты первый раз, ты ее вспахиваешь. Ты взрываешь ее, у него все ломается, он привык, у него цветочки растут на лугу. И вдруг плуг прошел, все перевернул, одни корешки торчат, а теперь посев будет. Какое слово Божие? Вот тут понятно делается. Пашите с надеждой. Да, ну и о молотящих тоже, нам сказать нужно, что молотить-то нужно уметь тоже молотить, потому что молотить можно и пустое, чтобы от этой молотьбы было зерно, зерно истины евангельское. Да, молотить нужно истину, которая изложена в священном писательстве. Я поясню немножко здесь. Есть такой, был писатель, Якуб Колос, белорусский. И он написал книгу на Ростоне. И вот там молодой учитель, куда ходить-то там? Ну, ходил к диакону на дом-то. И диакон у него там все, говорит, такой пустой, говорит, как обмолоченный сноб. Я говорил, прочитал, думаю, как точно-то. Такой пустой, как обмолоченный сноб. Его обмолотили там, в семинарии в этой бурсе-то. У него здравой мысли, живой мысли даже нету. Надежда Васильевна, слово. Я когда хожу, раздаю вот эти книги, Новые Заветы, там, Евангелие. И душа еще наберу, вот в церкви книги полную, сумку раздаю. И вот одни говорят, а вы не эгористы? Я говорю, нет, православные. Ой, наконец-то православные вышли. Я говорю, да, православная группа сейчас действует более активно. Наконец-то заактивничают православные. А то все надоело, уже все, сектанты, да сектанты ходят. Слава Христу. Молодите и дальше. Зерно только. Поскольку же пашущий только надеется, молотящая часть уже наслаждается, то сказал, что молотящий получает ожидаемое им. А дабы кто-нибудь не сказал, что же, за столь великие труды апостолов, ты полагаешь им вознаграждение в том только, чтобы получать пропитание, прибавил, с надеждою, то есть будущих благ. Так что должно надеяться и тех благ, да сверх того и есть и пить за счет учеников. Одна бабушка молилась о пробуждении деревни. Всю жизнь молилась, умерла и ни один не обратился. Но как только она умерла, когда хоронили, одна душа стала вспоминать, как я ходила к ней, как мы читали Евангелие, а что она читала. А некоторые не ходили даже, она стала читать. И почти вся деревня стала верующими. И когда нам говорят, ну вот вас не будет, что будет, мы начаток. Мы сделали то, что ни один человек не делал, чтобы деревню с таким уставом, так вот у нас как на службе, вот особенно сейчас это прощенное воскресенье, как все стройно, одетые, девочки подходят. Такого нет в интернете, вообще нет нигде. И чтобы это были православные. После нашей смерти Бог силен это все возродить. И потеряевка это будет в своем размере и община, все будет по-другому. А почему тогда они обратились при вас? Чтобы не возгордился. Вот и все. А что, если сейчас люди обратятся, и ты возгордишься? Как заранее сказать? У меня все, что приятно. Я уж не скрою. Душа не знала. Вот сейчас один выходит. Я вот встретился на Ютубе. Я все переменил из-за того, что стал вас слушать. Ну, что я буду скрывать-то, когда приятно? Приятно, что семя дало растоп. Ну, говорить гордость я никогда не говорил. Я это даже не знаю как будто. Я скорее дальше другому говорю. Но, однако, Бог знает даже тайные наши желания. И поэтому не допускает. Зайдет попозже. Поэтому я все это делаю с надеждой. Давай. Если мы посеяли вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Сережа, обрати внимание. Помогай. Умней бороться с собой. Это ты не за рулем. Еще раз. Если мы посеяли вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесное? А сегодня так великое. Приходит человек, покупает свечку. Вот уже все. Я иду рядом с митрополитом. По улице. Идем из храма. Он обо мне слышал. Мы беседовали с ним. Я говорю, владыка, ну чем я могу быть полезен для церкви? Ну, ты же ходишь в церковь. Хожу. Ну, и ходи. Что тебе еще надо? Какие у меня таланты? Есть или нет, их найти надо. Его это абсолютно не интересует. Под плечом еще похлопает. Он любящий такой. Больше ничего тебе не надо. Зачем тебе это все? Ты будь как все. Зачем тебе выпячивается? Что другое? Вот и все. Был митрополит. Уехал. Ни следа, ни грамма, нигде ничего нет. А почему? Такова была жизнь. В мир не шли. Я его не раз звал. А он вот так похлопает по пузу. Игнатий, ты куда меня зовешь? Ты посмотри, какой я. Хороший был митрополит. Гедеон Докукин. Будто бы передали, что патриарх Пимен ему на ухо шепнул. Вижу тебя в моих преемниках. Мужчина. Ну знаете, вот Тухачевский. Ни одна женщина не могла устоять перед ним. А это митрополит. Вот такой. Из всех митрополитов, епископов, которых показывают, сказали бы, найдите самого симпатичного из них. А мужчине нельзя говорить красивый он. Именно такой был. Новосибирский у нас. У него черты лица такие благородные были. Благородные, веселые были. Но на деле было много не так. Жаль. Вон когда здесь приехали с ним вместе эти, которые прислуживают, там подают, там репиды, репиды, вот эти, которые, ну разное такое-то. Но он слышит, он подает, и репиду там мимо руки-то не видит. А они вечером тут одеколоном ожрались все, переблевались. Он ему как дал в алтаре-то. Он оттуда выпал через эти, через врата-то, которые северные. Оттуда к нему-то. Владыка, это хулиган. Он одного углушил, второго, чтобы духу не было здесь. Крутой был. Ну, я его не осуждаю, мне даже нравится это. Хоть какие-то меры принимал. Он умер. Он умер. Умер, да. Толкование. Здесь доказывает правоту дело. Вы, говорит, воздаете неравное тому, что вы приняли. Ибо мы посеяли в вас, выделено, посеяли в вас духовное, а вы воздаете нам телесное. Великоле это. И ремарка иглы. Сегодня в храмах под видом духовного сеется привычка к обряда верию, к набожности, к посещаемости храма. Духовным же называется то, что согласуется со Словом Божиим, что возвышает душу ко Христу по Слову Его. Это я сделал замечание, комментарии. У нас я издатели считаю, что имею право. И вот на них нападают. Ну, конкретно я по каждому говорю, покажите, где что не так, согласны. Молчат. Ну, вот это я сделал, показал, что сегодня нет духовного. Духовности нет такого слова. Не, ну, почему тут показал же, был погиблов. Он же сказал, когда прочитали из второго, как раз второй том, ну, только в начале там где-то он открыл, там написано, что сегодня многие священники не проповедуют. И он сразу, как не проповедуют. Тут вы не правы, я сегодня прекрасную проповедь сказал. Так он прям... Это благощины, снова алтайки был, их послал сюда ко мне два благощины с Вайтовичем. Вот здесь на этой скамейке они сидели, чтобы меня отправить к губернатору, пронести ему послание. Они, говорят, решали, решали, со мной они не дружат. Но тут соединились, а мальчика для питья нашли. И решили ипорхиальным управлением, что никого нельзя послать, только Игнатия Лапкина. Он знает, что губернатору сказать. Но я понял, что для чего они... Я согласился. И он тогда увидал вот эти книги лежат. О, мне как раз такая нужна. И скажи, ты открылась на той странице. Что не проповедует. Он сразу закрыл, деньги в карман, ничего не надо мне. А это самые ценные слова были. Для него. Да, аминь. Согласен. Следующий стих. Если бы все имеют у вас власть, не начали мы. Однако мы не пользовались сею властью. Но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Вот почему они не принимали. Намекает на некоторых лжеучителей, которые брали с них без стыда и самовольно. Посему не сказал. Если иные берут, но имеют у вас власть, то есть господствуют, властвуют над вами, распоряжаться вами, как рабами. Не тем ли более имеем право мы, истинные апостолы? Хотя мы имеем власть есть и пить на наш счет, однако мы не пользовались этой властью, дабы вы не соблазнялись. А вы не воздерживаетесь и от идоложертвенного, возвращаясь к вопросу об идоложертвенном, чтобы через это не соблазнить слабейших из братьев. Дабы кто не сказал, ты не имел нужды, потому и не брал, говорит. Хотя мы находимся в большем стеснении, однако все переносим, и голод, и жажду, и наготу, дабы не произошло какой-либо преграды, то есть какого-либо замедления для Евангелия и проповеди. Главное всегда думать так, я вот сделаю так, а то проповеди мои мешать будет или нет? Богу нужны только свободные. Вот у меня друзья один просятся, а я уже давно его знаю и не принимаю. А ему нравится кое-что. И он другим говорит, вот Игнатия, видишь, как вот под него подыскивают, а ничего не могут найти. И я его не осуждаю. Но если наше священное священное защитие скажет, что Игнатий еретик, я сразу скажу, что он еретик. Я сразу скажу, что он еретик. А вот и одиаконии сказали, что еретик нет. Но если, говорит, наше священное начальство скажет, что еретик, я тоже скажу, что он еретик. Он заранее уже знает, куда палец показал. А кто? Священное начальство. Какое? Ни имена, ни фамилии, ни доказательства. Но вот это и есть манкурты. Совершенно не думают. А вы слышали такое слово зомби? Что такое зомби? Знаете, нет? Думаю словами. Можете сказать? Ну, зомби нормальные какие-то. Ну? Зомби, в которых внушением дали им информацию, они... Не знаю, что-то. Кто знает? Слово зомби, объяснить. Происхождение его. Не то, что в него вкладывают. А что вообще зомби означает? С какого языка это? А, с какого языка? Давай. Не рассуждающий. А? Человек, который не рассуждает. Ну, это оттолкование. С какого языка? Ну, это африканское. Да. Оно что означает? Это вудисты. Так, что оно означает? Оно... Мертвый человек. Оживший мертвец. Да, оживший. Оживший. Не мертвый человек. Оживший. Он ходит, он мертвец, он ничего не знает. И зомби стали называть человека, а дальше что? Вы сказать другое, а дальше все правильно. В которого вложили какую-то мысль, он ничего не думает, он только... Да, это зомби советское. Но мне больше нравится слово, которое Чингиза Атьматов в Бураном полустанке вел в обиход Манкурты. Да. Это то же самое. Слышали, смотрели фильм поставленный сейчас. Ну, кто знает, что такое Манкурты? Поднимите руку. Вот, слава богу. Как их делают Манкуртами? Ужас. А кто хотел бы узнать, не знает, но хотел бы узнать. Поднимите руку. Один только, два, три. Почему много? Ну, много. Коротко сказать так. Ты что, не слышал? Нужны были работники из пленных, которые все бы выполняли, но не убегали. Они на поле. И когда они воевали, они завоевывали пленных. И пленные берут, допустим, 300 молодых юношей. А они их заковывают. А такие колодки были, вот, руки-ноги заковывают. Ну, только лежать может, вот так вот. Их вывозили где-то далеко в степь, там, заковывали в это, наголо обревали. И в это время резали верблюда. И самая толстая шкура у животных, это верблюда шея. И они плотно, на несколько раз брели голову полностью. И натягивали эту шкуру. И привязывали ее. И их оставляли там, под солнцем. Не пить, не есть, ничего нет. Там они в испражнениях, в блевоте не лежали. Ну, приходят сколько? 50 умерло. Ничего еще потерпят. Дальше начинают. Сколько умерло? 100 человек. Еще день надо потерпеть. И, наконец, остается, допустим, из 370 человек-то. А у них волос вот именно растет. Это сжимается от солнца. Она к нему прилипает. Сжимает мозги. А волосы растут через это вот. И она, шапочка эта, прирастает. Он забывает, кто где родился. Он ничего не знает. Его надо учить заново. И он говорит, я для тебя хозяин. Теперь, когда у вас водитель дает, есть. Жуй ртом. Вот так вот жуй, как я. Научил. Постеть скотину надо заворачивать. Но одна мать потеряла, любила. Его и, наконец, нашла. Он уже манкурт. И она стала говорить, петь его колыбельные песни. И он стал из себя приходить. Но кто-то заметил и сообщил хозяину. Там женщина приходит. Кто? Он не говорит. Мать. И тогда этот хозяин говорит. Она пришла снять с тебя шапочку. Ее тронуть нельзя. И как только мать пришла в следующий раз, он сразу убил ее. И вот это вывело. Это советские манкурты показывают. Это идеология марксизма, ленинизма. Все это сжало. Ни слова сказать. И теперь прикоснуться к этому нельзя. Это Щенгиз Айтматов вел это слово в обиход. Манкурты. Сырковные манкурты. Вот эти вот сырковники, это манкурты сплошь. Они даже самые хорошие. Они до конца ничего не могут сказать. Ни одного обличительного слова. Ни одного пророческого глаза нет. А вот умрет, теперь на мертвом. Они накрутку делают. Она была, Матрона Московская. Она говорила там что-то. И нигде ничего нет. Они все это стилизуют. Я недавно считал, когда эта комиссия, которая по канонизации, и принесли данные, и говорят там Матрона такая, она обличала очень священников, что не улучшит народ. Да разве можно, так они сразу стерли, убрали. А вот это остальное пойдет. И сейчас про меня пишут. Вот умрет Игнатий. Его труды возьмут. Где он обличал, патриархию уберут и канонизируют. Но еще мощи резать буду. Я говорю, я сказал, меня хоронят только в сапогах. Я как поддам, он в соседней могиле лежать будет. Как обличитель. Кого-то надо, мы готовы канонизировать. Обличительное слово. Ни у одного не вижу. Ни у богослова, ни у Осипа, никого нету. Он может говорить только тот, кто ниже. Ни сенот, ни патриархию, ни епископа, ни одного не тронет. А Андрей тронул. А Андрей перешел в флажки. И началась вот эта отрава на волков. Уже сегодня не так, как вчера. То, что он сказал, что самый великий миссионер на Барнауле живет, это Игнатий Лапкин. Ну я его понял, что он говорит, я завидую Игнатию Лапкину и его свободе. И я сразу стал надеяться и думаю, Андрей, если тебе Господь даст такую свободу, ты завидуешь, сколько ты перетерпишь. Буквально ту же, неделю через две, вся эта вот катавасия и понеслась. А вы знаете, что это катавасия? Круговерьть. А? Круговерьть. Да катавасия, это же греческое слово. Это песен церковные. Там пишите, когда кандах, и дальше написано катавасия. И там такая неразбериха идет, вот какой, что петь, вот она не знает. Это катавасия у вас идет. А тогда это неразбериха пошла везде. Это катавасия. Да катавасия это перепев, перепев называется. То есть два лика, один с одной стороны крыло поет, они прекратили, другие начинают. Это вот катавасия. У нас одно крыло. И они там потаются, если закончить, они продолжают, ну и катавасия идет. Катавасия, не кота. Я вот несколько раз говорю афедрона. Вы знаете, что какое-то слово афедрон означает? Нет. Да знаю, ну я знаю. Не, не, не знаю. Я знаю. И ты не знаешь. А тебе-то надо знать первый. Я знаю афедрон. Ты врач. Я вчера открыл афедрон в интернете. И подряд идет первое слово жопа. Второе срака. И мы с Виктором Андреевичем стоим, смотрим. А еще как там, какие слова? Анус. Ну да, анус. Задний проход. Анальный проход, там и проще. И начинается так. Священник исповедует, а ты в алтаре за афедрон не хватал. А ее исповедует, ты говорит, а ты афедрон не давала. Это все в интернете. А вакуум, афедрон встречается в Новом Завете по-славянски. И нам толкование так какое. Скажут, что еще он говорит. Что вы придумываете? Так написано. Там толкование есть на Матфея. Блаженый Ферсилак об этом говорит. Блаженый Ферсилак говорит, что вы с нет афедроном. Господь, когда явился после воскресения, он ел для чего? Он нуждался в этом? Да, удостоверение, что он не призрак какой-то, а вот он в обновленной плоти. Но он ел, но у него не так было. У людей афедрона выходило, а у него не так. Сгорало. А не знаем как, тайно. Вот он и говорит здесь, Блаженый Ферсилак. Вот спроси, для чего мускулы? Все можно объяснить. А для чего здесь такие подушки-то? Не для чего, только сидеть, чтобы было помягче. Ты подушку можешь забыть дома. А Господь их прилепил, и ты ходишь с ними, где бы ни сел, чтобы не на костях-то сидеть. Да, точно. И все, больше никакого назначения нет. А теперь придумали колоть, там ничего нет. Ну, врачи начали хоть употребление колоть. Тогда еще ребятишек драть по этому месту надо. Это хорошо. Битие определяет сознание. Так этот спрашивает, скажи, а на что смотрит знакомый, мужчина, то другое, показывает, где и чего на женщину. Только на одной и смотрит, говорит. И все это пишут официально, получают какую-то, двухметерскую какую-то премию, что ли, получили. За обработку этого слова. Надежда Васильевна. Надо знать назначение. Назначение известно. Все. Примени его по назначению. Следующий стих, двенадцатый. Если другие имеют у вас власть, не пачили мы, однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Тринадцатый стих. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? И толкование. Не удовольствовавшись вышеприведенным примером, приводит другое место из закона, чтобы доказать, что имел право брать от учеников. Так как заповедь о валах объяснена была им в переносном смысле, то говорит, что закон буквально повелевает, чтобы священнодействующие питались от святилища. То есть левиты, которые по степени своей ниже священников, и не сказал, питаются от приносящих, но от святилища. Дабы принимающие не стыдились, как питающиеся от людей, не дающие не превозносились. То есть священники и архиереи. Словом, присидящие указывает на постоянное служение и пребывание. И не сказал, что они берут священное, указывая на неумеренность и на то, что не должно собирать деньги. Не сказал также, что они берут с приносящих жертвы, но берут долю от жертвенника по закону. Ибо что было принесено, то принадлежало не принесшим, но храму и жертвеннику. Сказал, берут долю, потому что кровь, заколаемая в жертву, была проливаема на жертвенник. Жир был сжигаем, а остальные некоторые части мяса, как то грудь, правое плечо, некоторые внутренности священник брал себе. Где это написано? Левитов, 10 глава, 14 стих. Но жертвы всесожжения принадлежали одному только жертвеннику. Опять же, Левитам, 9 глава, 12-14 стихи. Ну вот, все. Да. Хорошее место, посчитали. Вот книга Тавит об этом говорит. Когда все отступили, а он тогда говорит перед Богом, Господи, вспомни, когда все мои братья отступили от Тебя, а я ходил в храм и приносил три десятины. Один восемь. Одну десятину отдавал священникам, другую на храм, а третью милостыню. Это прямо указано в книге Тавит. И когда убивали наших, где я хоронил их, он все это перечисляет перед Богом, чтобы Бог обратил на него внимание. Вспомни, Господи, сколько я переносил ради имени Твоего. Это на молитве разрешает Господь говорить. А что ты скажешь, когда ты ничего не делал-то? Ничего нету. Просто слова и поэтому никакого ответа нет. А когда ты с Богом, как говорится, на близкой ноге, и Он тебя слышит, какая у тебя радость. Я на днях только радовался. Уж как там что? Среди недели встал. И Володе говорю, Володя, я с нам-то знаю, верить нельзя. Ну, такой сон был. По Теряевке там, где второй мостик, и вода, где там это перерыто, откуда вода весной шла. А там сейчас никогда нету, там прорвуло. И оттуда такая вода идет. Я в самом устье стою, откуда мы рыбу подгребали. А тут ничего нету. Я стою в воде. Я знаю, что там глубоко. Я стою, не доставая до дна, и стою вот так вот. И не тону ничего. Мне так это легко. А вода вокруг лечит. Я на ту сторону, как я это, женщина, я беру вот так вот за руку ее, на ту сторону беру ее и опускаю. Я говорю, ты не бойся, шагай дальше, ты там дальше будет. Она тоже в воде, до дна не достает, она свободно шагает, и она уже на той стороне. А там дальше гляжу, ей уже легче. Я опять беру, свободно рукой переношу, а сам до дна не достаю. Я встал, Володя, говорю, такой радостный, что же это такое будет. Только проговорил, сел за интернет, там человек к православию приблизился совсем уже. Я говорю, видишь как. И такая радость. И только через два дня узнал, с чем завершился этот день. Сейчас еще говорить нельзя. Нельзя. Только когда мы вернемся из путешествия, если Господь даст, тогда я скажу, явное чудо Бог оказал и на этот день. И это зафиксировано у меня, вдруг ко мне приходит документ, что это именно так. Документ пришел на руки. Прямо документ показывает. Аллилуйя. Рабоческий сон? Ясное дело, что непростой. И он радостный такой. Я сразу вспомнил из Икеиля, когда увидел, вода течет из-под храма, я зашел, ступни закрывает, потом по щеколотку, потом по грудь, а дальше я распростер руки и поплыл. Это столько благодати Бог дает. И вот что, молиться, благодарить Бога. Благодарить. Вот запомните, потом, когда я вернусь, если, и скажете, а что же у вас там было, почему вы решили, что это так. У меня документ на руках сегодня. Документ. Такого, чтобы документировано было, у меня еще не было. Это что, ваши? Вот что, во сне у меня была радость. Ну, во сне. Я уже после обеда на руках имел документ, что это действительно радость. Но сказать я о ней пока не решаюсь. То есть, знает два человека, и все. Это пока мне хватит. Я имею в виду вопрос. Вопрос. Закончили? Закончили уже. Все, молимся. Вопрос. Вопрос. Вот мой вопрос. Десятину мы должны отдавать священнику или на церковь? Так, что такое? Говорите. Десятину мы отдавать должны в руки священника или на церковь? Или на церковь? Да. А на церковь как? На крышу залезти положить или куда? Нет. Написано, что десятину мы должны отдавать на церковь. Ну и на церковь. То есть, пришло тепло тебе сегодня? Не тепло. Так а насчет чего? А я священнику отдаю десятину. Да кого он-то платит ему, как кощегары покупают уголь? Ты это знала, нет? Я... Не знала. Почему знала? Ну знала. Так откуда деньги? Да твои деньги есть. Ты пришла и теперь теперь сидишь. Даже одно это только возьми. Так это не одно это. Нынче железом перекрыли крышу, а кто платил? Батюшка. Так, полностью крышу перекрыли. Ясно. Нанимали рабочих, а кто платил? Батюшка. Батюшка. А где бы он деньги-то брал-то? У него больше дохода нет. И он каждые две недели туда-сюда, туда-сюда снует. А на какие деньги он ездит? Ему надо сюда прибыть. А как он прибудет-то? Его на машине встречают. И вот везде он платит за машину. За машину, за автобус, за поезд, за все. А когда вызывает архиерею, на самолете-то летит или что-то. Слава Христу. Слава Христу. У нашего батюшки нигде ни на пропой, никуда не уйдет. У него хватает своего. Сто баранов. Геннадий Тихонович, ответьте еще на один вопрос. У меня ходили в церковь, в Покровский собор. И там, когда причастили одного человека, он это выплюнул. И он что? Причастие выплюнул. Причастие выплюнул. А почему он выплюнул? Ну, я не знаю. Ну, не верующий что ли? Ну, причащал его священник. Ну, я про это как говорю? Что нужно сделать? Собрать и сжечь. Собрать и сжечь. Тут же на улице. Вот священник, когда ведет еще, чаша уронилась, сплеснулась, он обязан залезать. Языком залезать, все собрать. Не тряпкой свернуть. А потом все затереть, это сжигается. Так, ничего не надо, уже закончилось. Сейчас уметь тормознуть. Вот обувь там шатереть. Так не надо обувь. Сказали, еще не надо, ступеть. И порадуйся точно так же. Чего вас так раздевать? Я решил вам сказать, да сказали, нет, и на этом конец. Все, молимся. Видите, уже куда идете? Уже в 5 минут вышло в другую сторону. Боже, милостью, будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец я грешил, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, Иже везде Сын, И вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, Приди и вселися вны и очистины от всяких скверных. Спаси блажей души наша. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Сою Сыну и Святому Духу, на ней пресни во веки и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на неприсной вовеки веков, аминь Отче наш, и же и си на небесе, да светится имя Твое Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яка же, и мы оставляем Долженьком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого И по Твоей царство силы и слава вовеки, аминь Господи, слава за этот день, за святую возможность собирать все участие у Тебя и Слова Твоего Хвала Тебя Сохрани нас, Господи, в святой православной вере Научи нас видеть нуждающихся в тех талантах, которыми Ты наградил нас, в том сокровище, которым Ты венчаешь путь наш Благослови всех, и особенно в этот день, там, в близких нам по духу православных и всех живущих на Украине Умудри правителей наших, дай им страх Твою, Владимиру, Виктору и всем, кто претендует на эту должность Дабы в страхе своем решали все вопросы у ног Твоих И сохрани это место и защити Мы просим Тебя, Владыка Умудри нас во спасение Пошли, добрые жители вселения наши Укажи, где мы должны остановиться в путешествии И к тому расположи, Николая и Виктора Все приготовь В нужной мере На Тебя мы уповаем Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Прими нашу молитву, везди они рук, как жертву вечернюю благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слышишь, и тарап твой Аминь Богу слава Спасибо, Христа Пошу, простите меня, Христа Раби, и помолите, кто больше ничего подобного не повторялось Да поможет вам Господь Помолимся Спасибо, Христа Надежда Ивановна, так делаю меня Так, все, занимайся Хороший этап Да, полном бочев Мало кто уверен, нам многим поставлю Продолжение следует... Спасибо, Христа